Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, в котором мы выберем лучшего мужчину Ксении Бородиной. Чтобы проанализировать, почему Ксения постоянно ошибается в выборе молодого человека, давайте вспомним всех ее молодых людей. Первой большой любовью Ксении Бородиной стал солист группы «Динамит» Леонид Нерушенко. Когда молодые люди познакомились, Леонид уже был звездой, а Ксения только ходила на кастинги в надежде получить роль телеведущей. Их яркий и бурный роман постепенно перерос в крепкую дружбу. Они расстались, но не перестали общаться. К этому времени Ксюша уже работала в реалити-шоу «Дом-2», и у девушки появился поклонник. Аленя вскоре погиб. Он разбился на своем байке, не дожив двух дней до выхода своего первого сольного альбома. Смерть Нерушенко стала страшным ударом для Бородиной. Как рассказывают люди, знающие Ксению, она очень любила Леонида и сразу после его смерти была на грани сведения счетов с жизнью. Пережить утрату близкого друга девушке помог новый роман с Оскаром Каримовым. История любви Ксении и Оскара была очень красивой. Он простой парень из Белебея, пришел на проект, чтобы найти свою любовь, но влюбился в ведущую программу. Ксюша отказывала ему во взаимности, и тогда он покинул телепроект. За периметром Оскар все-таки добился ее расположения. Оскар вместе со своим братом-близнецом гастролировал с концертами, а Ксения их часто сопровождала. В декабре 2005 года они заявили о своем намерении пожениться летом 2006 года, но отношения так и не сложились. Следующая влюбленность Ксении вылилась в брак. Первым мужем девушки стал бизнесмен Юрий Будаков. Они были просто приятелями до тех пор, пока однажды у Ксении не сломалась машина. Будаков незамедлительно приехал к ней и решил этот вопрос, после чего телеведущая взглянула на него совершенно другими глазами. Бородина и Будаков поженились спустя три года после знакомства в 2008 году. В июне 2009 у них родилась дочь Маруся, а еще через три года пара развелась. Причиной развода стало то, что они не сошлись характерами. Следующего мужчину, Александра Головина, Ксении настойчиво приписывают средства массовой информации. С Александром Головиным они танцевали вместе в шоу «Танцы со звездами 6», и многочасовые совместные репетиции, похоже, дали свои плоды. Роман с Головиным Ксения закрутила еще, будучи женой Будакова. Так на одном из мероприятий парочка постоянно обнималась и одаривала друг друга поцелуями. Правда, в полноценные отношения это так и не вылилось. Сама же Бородина уверяет, что между ними ничего не было. Она говорит, где я и где Саша Головин. Мы с ним сроднились за время проекта «Танцы со звездами», но он никак не тянет на роль мужчины, с которым я могла бы строить какие-то отношения. Это просто смешно. Следующий мужчина в жизни Ксении – это Михаил Терехин. Она прожила с ним три с половиной года под одной крышей. Михаил – бывший участник проекта «Дом-2». Он появился в периметре телешоу после увольнения из милиции. На носу у него был суд. Но темное прошлое Терехина и его еще более темное будущее Ксению не смутило. Распалась пара из-за постоянных ссор. Ксении нужен был серьезный мужчина, опора и поддержка. Терехин не оправдал ее ожиданий. В 2015 году Ксения Бородина сыграла пышную свадьбу с Курбаном Амаровым. У них родилась дочь Тиона. Однако спустя несколько месяцев после регистрации появились слухи о расставании Ксении со своим новоиспеченным супругом. По словам самой телеведущей, Курбан ей постоянно изменял, пока она была беременна и после рождения ребенка. Стерпеть такого она не смогла. Итак, мы напомнили вам всех возлюбленных Ксении Бородиной. Пишите в комментариях, кто по-вашему подходил Ксении больше всех и почему все ее отношения такие яркие и сильные поначалу приводят к краху. В чем же Бородина ошибается? На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.